Сегодня я хочу вам рассказать о суперпопулярном сериале «Ходячие мертвецы», который бьет все рекорды телесмотрения в Соединенных Штатах во время пандемии. В общем, ничего удивительного нет, что люди обратились именно к этому сериалу, потому что, если вы посмотрите на его фабулу, то она очень похожа на нынешнюю ситуацию. В мире происходит какая-то катастрофа, распространяется загадочный вирус, который поражает человечество, и люди, которые заражаются этим вирусом, становятся «Ходячими мертвецами». То есть они бессознательны, ходят вот такими стадами, кто-то одиночками, и в единственном их потребности и желании найти живой человеческой, или даже нечеловеческой крови и мяса. Несколько групп спасаются людей от этого вируса, и дальше они начинают формировать свое существование в мире, где нужно соблюдать целый набор правил. И это очень похоже на нашу самоизоляцию, что нужно делать для того, чтобы не заразиться вирусом. И кажется, что успех этого сериала сейчас обусловлен именно тем, что там есть социальная модель поведения, ситуации развития какой-то пандемии. Но на самом деле там есть и другой смысл, более глубокий, о котором я рассказывал в свое время в лекции «Предощущение хаоса». Это лекция о сериалах. И там я рассказывал, что на самом деле сериал – это новая форма романа. И роман – это такой культурологический инструмент для понимания того, что происходит в обществе. Раньше романы были книжными, и нам про общество, например, XIX века рассказывал Достоевский и Толстой, и потом и до них, и после, и Горький, условно говоря, и большое количество замечательных писателей, которые формировали именно понимание того, что в этой жизни нашей происходит через форму романа. В современном мире романом стал сериал. Там точно так же есть части, сезоны. Каждая серия – это отдельная глава, в которой что-то происходит. И я рассказывал в этой лекции «Предощущение хаоса», что изначально авторы фильма, когда создавали первый из этих десяти сезонов по шестнадцать серий, это вообще что-то невероятное, они рассказывали, на самом деле, про разделение мира на мир успешного миллиарда и восставшего против них стран третьего мира. Тогда была очень актуальна эта повестка, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке. Но сам глубинный смысл состоит в том, что мы действительно делимся на людей, которые способны соображать и не способны соображать, и мы оказываемся в заложниках у тех людей, которые не способны соображать. Вот такие «ходячие мертвецы» или «информационные псевдодебилы», если пользоваться такой более научной терминологией. Когда я вам делал обзор на фильм «Джокер», я рассказывал ровно то же самое. Он в этом смысле повторяет эту идею. Вот что мне показалось крайне актуальным в последнем сезоне. Он не последний, он крайний, как любят говорить, что меня дико раздражает. В десятом сезоне «Ходячих мертвецов» мы наблюдаем какой-то совершенно новый смысловой поворот, который позволяет иначе взглянуть на этот способ описания нашей нынешней жизни. Ну, если взять сюжет, то он в целом представляет собой бесконечное кочевание. Герои фильма кочуют с места на место, они пытаются обустроиться на каждом новом месте, создать там новую цивилизацию, создать там порядок. А потом обязательно что-нибудь происходит, когда какие-то силы на них воздействуют, и их государство, их королевство, их новые вот такие города разрушаются. Им приходится снова бежать, снова искать себе место, где бы они могли обосноваться. И вот в последнем сезоне между двумя героями происходит такой диалог. Они говорят, что они в очередной раз потеряли свои дома. Ну, это не дома, это целое поселение, большое количество людей погибло. И вот они снова спаслись, им снова надо строить новый мир. И они говорят о том, что вот каждая следующая вот такая итерация, когда нужно снова строить свой мир, она, с одной стороны, абсолютно понятна, потому что они это уже не раз проходили. А с другой стороны, у них все меньше и меньше внутренней мотивации, потому что есть вот это ощущение того, что бы ты ни построил, обязательно разрушится. И в этом смысле современная цивилизация все больше и больше работает по этому правилу. Наша с вами уже, не киношная. Точно так же мы все время находимся в ситуации, что мы что-то строим, и это потом обрушается. Мы строим отношения, но они обрушаются. Больше браки не длятся всю жизнь. Ну, то есть большинство браков. Мы строим какую-то свою профессию или свое какое-то дело, оно дорастает до какого-то момента, и нам приходится его менять, все меняется, сама жизнь меняется, и больше это не может функционировать. Мы осваиваем какую-то профессию, и после этого она перестает быть востребованной или перестает быть оплачиваемой, и там и так далее, или нам снова приходится менять. Вот. И на самом деле вот этот, здесь появился совершенно новый образ и новый глубинный внутренний смысл этого романа современного с «Ходячими мертвецами», который заключается в том, что нам с вами приходится все, строить все заново и заново собственную жизнь. Вот. И с одной стороны, надо быть к этому готовыми, потому что другого будущего у нас уже нет. Все, что мы строим, будет временно и разрушится при нас, а не при наших детях, как происходило раньше, и не при наших внуках, как происходило еще раньше. Вот. А будет в нашей жизни все вот это разрушаться, и нам нужно находить в себе стойкость для того, чтобы собираться, брать себя в руки, вот, и снова продолжать строить. И вот, возможно, единственным мотивом, который здесь оказывается ценным для этих лидеров, этих порушенных государств, которых нужно создавать заново, являются другие люди, которые рядом с ними. То есть, они понимают, что сами бы они уже давно плюнули и перестали бороться за существование, но они понимают, что есть много людей, за которых они рисуют внутреннюю ответственность. И хотя они уже не верят в том, что они смогут построить что-то на века, они знают, что они должны это делать и ищут способы получить какое-то ощущение смысленности собственного существования в этом служении для других людей. Ну, посмотрим, куда дальше заведут нас тропы ходячих мертвецов и что нам дальше предложат создатели этого сериала. А нам предоставилась еще одна возможность взглянуть на наше действительное существование через призму такого художественного вымысла, с которым повторяются паттерны нашей большой современной общей жизни. Вот, надеюсь, мы сможем извлекать и из этого контента тоже какой-то смысл полезный для нашего существования.